Выводы 1. Процп «Закрывающие скопы» Первоначальное наименование «Община единой веры» «Закрывающие скопы» сформировалось в начале 1990-х годов и относится к группе новых религиозных движений «Закрывающие скопы» «Закрывающие скопы», появившихся в период распада «Свероучение» «Процпс» отличается типичным для «Нердеклектизмом» и «Универсализмом» и включает в себя элементы христианского «Богозловие» восточных религий «Закрывающие скопы» «Частности» инднизма и дудизма «Закрывающие скопы» «Гностицизма» «Неоплатонической философии» «Социально-утопических учений нового времени» «Религиозно-философских и мистических учений конца» «Первой половины» «Закрывающие скопы» «Сеософия» «Христианский пацифизм и коммунитаризм» «Живая этика» «Николая и Елены Рерихидр» «Закрывающие скопы» «Социальное и морально-этическое учение» «Роспс» в целом соответствует ряду значимых тенденций современной религиозной культуры и этической мысли «Важными составляющими этой доктрины являются ориентация на развитие бесконфликтной этики» «Первой ческоп» «Первой ческоп» «Практики бесконфликтного общения» «Закрывай ческоп» «Коммунитарных социально-экономических отношений» «Первой ческоп» «Экономика», «Дарение», «Трудовая этика» «Закрывай ческоп» «Витализм автор привай ческоп» «Благовение перед жизнью» «Закрываешь ческоп» «Два» Испроводились религиоведами, социологами, этнографами, фольклористами, историками культуры, работающими в крупнейших университетах и научно-исследовательских институтах России. Криво-Скоп Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Красноярск и зарубежных стран. Криво-Скоп Литва, Польша, США. Криво-Скоп в настоящем заключении упомянут 11 специалистов. Обладающих ученными степенями доктора и кандидата наук, доктора философии. Криво-Скоп Криво-Скоп. Эти исследования основаны на полевой продоте Криво-Скоп Интервью, включенное наблюдение Криво-Скоп в поселениях РОЦПС на юге Красноярского края. Среди представителей РОЦПС, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, других городах постсоветских государств. В анализе доктринальных текстов, периодики, других изданий РОЦПС, материалах официальных обследований РОЦПС. Результаты этих исследований отражены в десятках статей и монографии. Основные наблюдения и выводы, сделанные в этих исследованиях, позволяют квалифицировать РОЦПС как постсоветское новое религиозное движение харизматического типа, основанное на идеях, ценностях и социальных практиках, духовных сообществ и джерского типа, сформированное образованными горожанами со средним уровнем дохода и имеющие экологическую, а также социально-утопическую направленность. Некоторые из упомянутых исследователей специально устанавливаются на анализе недостоверного негативного образа РОЦПС, формировавшегося в 1990-е 2010-е годами. В средствах массовой информации и публикациях принадлежащих активистам так называемых антикультовых движений, не обладающих необходимыми экспертными знаниями в области истории, социологии и антропологии религии, отмечается, что этот негативный образ имеет тенденциозный характер и неоснован на достоверной информации. 3. Религиозная доктрина правоучения Это кодифицированное и систематизированное учение, разделяемое участниками религиозного сообщества правоучения, конфессии, динаминации, церкви и динаминации. Доктринальная норма, мировоззренческая или поведенческая норма, положение, признаваемое несомненной истиной, основанное на религиозной доктрине и разделяемое участниками религиозного сообщества, поскольку вероучение, процпс, основанное на откровении Отца Небесного, осуществляемом припосредствии духовного лидера, процпс, А. Торопа, открывающая скобка, Виссариона, Закрывающая скобка, то единственным источником доктринальных норм, процпс, являются проповеди и иные высказывания Виссариона, записывавшиеся его последователями с 1991, по настоящее время и входящие в канонический религиозный текст, процпс, Последний завет, Открывающая скобка, Закрывающая скобка, 4. На момент подготовки настоящей экспертизы информация о деятельности процпс, которая находится в открытом доступе и может быть получена гражданами без каких-либо ограничений, размещена на официальном интернет-сайте процпс Виссарион и община Виссариона Виссариона Виссарио Адзон Муитлев, Виссарио Трвающая скобка, Штарс двоеточие, Виссарио, Ру, Закрывающая скобка, Более подробные сведения о повседневной жизни и новостях о происходящем в поселениях процпс, в Курагинском и Каратусском районах Красноярского края, размещены на интернет-сайте, община Виссариона сегодня, Открывающая скобка, Штарс двоеточие, Виссарио, Ор, Закрывающая скобка, Начинается, 2016, Душевный лидер процпс ведет персональный интернет-блог, Открывающая скобка, Штарс двоеточие, Виссарио, Аминь, Закрывающая скобка, Обширный массив информации о вероучении, Ритмалах, Истории, Социальном устройстве и повседневной жизни процпс на праздных этапах его существования представлен в исследованиях религиоведов, социологов, этнографов, фольклористов, историков культуры, упомянутых в ответе на вопрос в настоящее экспертного заключения. Все доктринальные нормы и ритмалу процпс многократно описаны как в общедоступных материалах, процпс так и в научной литературе не являются тайными и закрытыми. Таким образом, с религиоведческой точки зрения, вероучение процпс не является эзотерическим, поскольку не включает в тебя тайных учений и практик, доступных только позвященным последователям. Пять. Процпс отсутствует формальное членство, а также какие-либо формальные, либо ритмальные процедуры определяющие статус члена процпс. Збройщи скок. Верующие в церкви. Збройщи скок. Верующие процпс не подразумевает существование жестких границ между процпс и обществом в целом. Учет верующих процпс неведеца. Социологическое и религиоведческое точек зрения. Прочпс представляет собой открытое общество, лишенное жесткой социальной структуры. Шесть. В научных исследованиях позвященных процпс неоднократно отмечалось, что процпс не существует устойчивых иерархических отношений и единой системы управления. Доктринальные нормы процпс подразумевают существование духовной иерархии не обладающей административными полномочиями. Во главе духовной иерархии процпс стоит духовный лидер объединения Виссарион. Среди верующих процпс есть священнослужители в настоящее время шесть человек обладающие полномочиями для совершения религиозных обрядов и авторитетом при обсуждении вопросов морально-этического характера. Хозяйственные и финансово-организационные решения оказательно финансовых активов и имущества процпс принимаются церковным советом. В составе процпс существуют добровольные объединения верующих, известные как «единые теми». Деятельность этих объединений основана на самоуправлении. При этом в доктринальном отношении все верующие, считающие себя членами процпс, обладают одинаковым статусом в качестве последователей духовного лидера процпс-висариона. Единые теми процпс представляют собой религиозные группы, существующие в некоторых но не во всех сельских поселениях Курагинского и Каратусского районов, где проживают последователи процпс в религиозно-типологическом отношении. Единые теми напоминают христианские монашеские ордена или религиозные «братства мирян», чьи члены добровольно следуют определенному набору аскетических правил, исходя из религиозных мотивов и побуждений, а также совместно занимаются теми или иными видами хозяйственной деятельности. Формирование единых теми в среде последователей процпс началось в 1998 году. В социально-экономическом отношении единая темя представляет собой коммуну, основанную на частичном обобществлении собственности, финансов и труда, основные принципы межчеловеческих отношений в единых семьях. Это всеобщее правенство, безкорыстие, взаимопомощь и открытость, коллективная ответственность и коллективное доверие, полноправное членство в единой семье подразумевает финансовую и имущественную независимость, то есть владение недвижимостью и отсутствие задолженностей, поскольку единая темя берет на себя финансовую ответственность за всех своих членов, социальная и экономическая деятельность единых семей основана на самоуправлении. Стыльчик с тусками мудрости одна из форм морально-этических собраний, широко распространенная в единых семьях. 1999 по 2010 человек, садящийся на стыльчик мудрости, должен выслушать все критические замечания членов своей единой семьи, не отвечая им и не оправдываясь смысл стыльчика мудрости состоит в гармонизации между личностных отношений внутри единой семьи, предотвращение конфликтов между ее членами, достижение взаимопонимания, а также индивидуального морально-психологического совершенствования верующих. Постепенно общественное значение этой формы морально-этических собраний снижалось начиная с 2010 регулярные стыльчики мудрости являются обязательными только для священно-служителей и членов единых семей, исполняющих различные административные обязанности. В доктринальных текстах снижается снижается и снижается принудительный или обязательный характер стыльчика мудрости для всех членов этого религиозного объединения. Доктринальные нормы утверждают предупреждения В доктринальных текстах просьб с высказываниями о различных религиозных учениях и иных мировоззренческих системах представляют собой критику религиозных убеждений и религиозных организаций, которая не может просматриваться как действие, направленное на унижение соответствующей религиозной группы, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признакам религиозной принадлежности. Присутствующие в доктринальных текстах просьб с высказываниями о современном глобальном социально-экономическом устройстве, технологической цивилизации, всеобщем падение морально-этических стандартов представляют собой форму социальной и мировоззренческой критики, характерную для многих современных религиозных и философских учений. Они не направлены на формирование негативного отношения к отдельным людям и социальным группам и не содержат специальных признаков пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признакам религиозной, национальной или красовой принадлежности. Доктринальные тексты просьб с не содержат специального учения о врагах от общества. Более того, предполагается, что все люди являются правными и братьями друг другу, а понятие «враг» лишь носущностного значения и имеет относительный и формальный характер. Доктринальные тексты просьб с указывают на моральный, биологический, биоэнергетический, бред мясной, бочечный, животной. Закрывайся скоб пищи для человека. В доктрине процесс существует противопоставление. Живой. Открывайся скоб растительной, сохраняющей программу информации жизни. Закрывайся скоб. И мертвой. Открывайся скоб животной, сохраняющей программу информации смерти. Закрывайся скоб. Наиболее устойчивой нормой питания среди верующих процпс является отказ от мясной пищи при том, что с доктринальной точки зрения категорического запрета на мясную пищу вероучение процпс не подразумевает. Исследователи отмечают, что многие верующие процпс практиковали вегетарианство или веганство до вступления в движение. На протяжении истории процпс доктринальные нормы в отношении питания менялись. Среди верующих процпс распространены разные стили питания, включающие вегетарианство, оболактовегетарианство, лактовегетарианство, бескетарианство. Принятые процпс стили питания находят аналогии в вероучении и традициях других религиозных конфессий, динаминации и движений. Нерелигиозные формы вегетарианства, мотивированные морально-этическими или диетологическими идеями, также получили широкое распространение в современном мире. По данным различных социологических вопросов, вегетарианского циля питания придерживаются от 1 до 4% россиян. Таким образом, принятые процпсы отчасти обузловленные доктринальными рекомендациями стили питания не отличаются от различных форм религиозно-этических и диетологически мотивированных форм вегетарианского питания, существующих в современном российском обществе. Среди верующих процпс популярны идеи, нормы и практики так называемой холистической медицины, имеющие широкое распространение в современной России и мире в целом. Доктринальные нормы и рекомендации процпс содержат указания на допустимость обращения к холистическим и иным методам альтернативной медицины. Согласно учению Виссариона, человек, достигший высокой степени духовного развития, теоретически может быть способен к самоисцелению и исцелению других людей. Однако это не подразумевает отказа от официально признанной медицины. Доктринальные положения процпс не содержат призывов к отказу по религиозным мотивам от оказания каких-либо видов медицинской помощи и, наоборот, Прямо указывают на возможность обращения к официально признанной правощественной, в том числе аллопатической, правощественной медицине в случае необходимости. Выбор верующими процпс тех или иных форм медицинской помощи доктринальными положениями никак не регламентируется. Двенадцать. Веручение процпс придает большую важность семье как основе общества, социального и духовного развития. Доктринальные тексты процпс содержат запрет на супружескую измену для состоящих в браке. Доктринальные тексты процпс не одобряют, хотя и не запрещают прозвод верующих супругов. Если у супругов есть дети, рекомендуется дождаться их совершеннолетия, прежде чем принимать решение о прозводе. Веручение процпс осуждает аборты. Доктринальные нормы процпс допускают форму согласованной немоногамии, известную как «треугольник». В качестве одного из возможных способов бесконфликтного поведенческого решения для супружеских пар, находящихся в сложной эмоциональной ситуации, веручение процпс не содержит призывов к созданию треугольников или указаний на обязательность их появления в каких бы то ни было условиях. Веручение процпс не содержит призывов к нарушению законодательства про семье и браке, разрушению теми, беспорядочным половым связям, разбратным действиям. Веручение процпс крайне отрицательно оценивает цниц дальное поведение и цницуды, указывает на однозначно негативные последствия самоубийства для человеческой души и ее последующих воплощений. Самоубийство Проявление глубокого безверия Отцу Небесному Величайшая ошибка Человек не имеет права на цницуд, ибо Бог дал жизнь, Бог и отнимет. Душа человека, совершившего цницуд, не лишается возможности последующих селестных воплощений, однако испытывает немыслимые страдания. Призутствующая в веручении процпс концепция духовной сладости Человека, совершающего цницуд, позволяет утверждать, что осуждение живых заслуживает не столько сам самоубийца, сколько те, кто мог предотвратить чужой цницуд, но не сделал этапа. Веручение процпс запрещает не только убийство, но и любое насилие в целом. В доктринальных текстах процпс не содержатся указания, которые можно просматривать, как одобряющие или поощряющие самоубийства. В доктринальных текстах процпс не содержатся призывов к нарушению конституционного права на образование. В доктринальных текстах процпс не содержатся признаков обоснования или оправдания отказа граждан от исполнения гражданских обязанностей, в том числе предусмотренных федеральным законом об альтернативной гражданской службе. В доктринальных текстах процпс отсутствуют указания на необходимость принудительного отчуждения имущества, принадлежащего кому-либо из последователей процпс. В доктринальных текстах процпс не содержатся указания на необходимость отказа от предпринимательской деятельности. В представленных материалах не имеется психологических признаков посядательства данной религиозной организации на личность, права и свободы граждан, являющихся ею последователями. Сплоченность данной религиозной группы возникла в связи с самостоятельным добровольным выбором ею участниками принятых группой стиля жизни и способов совладать базовой тревожностью, в определенной степени изолироваться от вызывающего неудовлетворенность и требогу внешнего мира, не прерывая при этом полного контакта с ним и принять ряд самоограничений, не нарушающих права, свободы и охраняемые законом интересы людей, что являлось добровольным решением последователей процпс. В представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на принуждение ею последователей и к разрушению теми. В очке не наблюдается уважение к темейным ценностям и неодобрение прозврата. В программных текстах процпс. Не обнаружено высказываний, побуждающих к действиям, могучим привести к разрушению теми, созданной последователями. 19. В представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации в связи с религиозной деятельностью и ущерба нравственности здоровью граждан в частности последователей в том числе действий, связанных с использованием в связи с религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств гипноза. Напротив, в программных текстах в частности, в высказываниях духовного лидера очкины Виссариона содержится явным образом выраженное неодобрение изменения сознания с помощью приема психоактивных веществ в первооческоп считается неприемлемым употребление наркотиков, алкоголя, табакокурение в первооческоп также не имеется признаков осознанного и целенаправленного применения сугестивных технологий гипноза, в частности, риксоновского гипноза, суждения свидетельниц Мельникова и ЕАА, других негативно настроенных свидетелей и потерпевших о том, что методы гипноза применялись в вздуховном лидерам очкины, были без проверки, без критического анализа и без применения надлежащей методологии исследования взяты за основу изложенных в административном иске претензий прокуратуры к религиозному объединению Церковь Последнего Завета и проценены в указанном административном иске как факты, несмотря на то, что сведения о применении гипноза к последователям ничем не подтверждены. Признаков прямой направленной цургестии в представленных материалах не обнаружено. Элементы косвенной цургестии на имплицитном уровне могут наблюдаться и наблюдаются в деятельности любой религиозной, правощество, культовой, правощество, организации и группы, так как специфика функционирования подобных организаций связана с высокой степенью влияния на эмоциональную сферу ее адептов, а такие качества, как харизматичность духовного лидера организации, усиливают действенность косвенной цургестии. Применение в религиозных ритуалах песнопений, возжигание свечей и курение благований обладают свойством более активного подключения аффективных процессов, но не могут быть отнесены к разряду применения наркотических или психотропных средств. Перечисленные виды деятельности свойственны традициям функционирования многих религиозных организаций, в том числе и относящихся к мировым религиям. В частности, при совершении таинств в храмах русской православной церкви применяется исполнение религиозных песнопений, возжигание свечей и курение Адамом Триво-щескоп Каждение Зриво-щескоп При совершении таинств религиозных обрядов о проповеди священника, особенно если она вызвала у прихожан сильный эмоциональный отклик, не может не содержать в себе элементы косвенной или даже прямой цургестии Триво-щескоп Негипноза Зриво-щескоп Совместное моление в храме Триво-щескоп особенно в дни великих церковных праздников Зриво-щескоп также создает сильное эмоциональное напряжение вызывает участников совместно молящихся яркие переживания влияет на самочувствие отражает собрих мимике и панто-мимике воздействие на психо-эмоциональную сферу верующих Триво-щескоп прихожан Зриво-щескоп в православии католицизме исламе может достигать такой силы что люди испытывают эйфорию вплоть до вхождения в полутрансовое и трансовое состояние прихожескоп религиозный экстаз Зриво-щескоп психологические эффекты возникающие при завершении ритмалов броц с психологической точки зрения подобным эффектам наблюдающимся при завершении богослужений в признанных мировых религиях отличаются лишь большей либеральностью и отсутствием цанкций за несоблюдение или неполное прихожескоп некачественное сближескоп соблюдение групповых норм принятых в данном религиозном объединении недопустимо такие психологические особенности не являющиеся противоправными способами влияния на эмоционально-чувственную сферу последователей религиозной организации расценивать как факты обнаружения которых согласно 20 14 федерального закона от 26 0 9 1997 номер 125 25 в свободе совести и о религиозных объединениях является основанием для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке 27 в представленных в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации связанных с совершением прозвратных и иных противоправных действий в отношении своих последователей не имеется психологических признаков склонения граждан являющихся ею последователями к таким действиям субъективные суждения свидетелей разочарованных в групповых ценностях про цпс являются предположениями или заблуждением сформировавшимся в процессе действия компенсаторных психологических защит в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на склонение граждан являющихся ею последователями к самоубийству оправно одобрения снизу самоубийство рассматривается как свидетельство того, что человек настолько страдает, что не может справиться другим способом самоубийство в отличие от позиции христианства например принятая концепция отношения к самоубийцам не подразумевает их греховности самоубийство не просценивается как непростительный и непрощаемый грех позиция висариона и проц в целом позволяет последователям освободиться от таких негативных чувств как цыбь вина страх наказания принят мнение что самоубийца и так достаточно страдает и заслуживает не осуждение а сострадание из этого конструкта невозможно сделать вывод ободобрении и поощрении самоубийств а равно склонении кого-либо к цницюду учение про цпс определенно осуждает тех кто мог предотвратить самоубийство человека но остался правнодушным и не оказал помощь сам же самоубийца по мнению цпс достоин жалости а не осуждения так как оказался жертвой своей слабости 22 в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на склонение граждан являющихся ею последователями к отказу от оказания медицинской помощи по религиозным мотивам в том числе лицам находящимся опасным для жизни и здоровья состоянии вброс последователи верят в то что медицинская помощь не требуется если человек способен самоисцелиться в результате достижения достаточно высокой степени духовного развития но это не является обязанностью человека в религиозном объединении более популярны подходы альтернативной медицины так как они ближе групповым ценностям общины соотносимы принципами духовного развития значимыми для членов общины при этом в высказываниях духовного лидера против висариона нет указаний на применение в случае заболеваний исключительно духовных практик и методов альтернативной медицины в представленных материалах не имеется психологических признаков именно запрета на получение необходимой медицинской помощи отсутствуют цанкции за обращение за медицинской помощью в нормообразующих поведения последователей в текстах обнаружено лояльное отношение к обращению за медицинской помощью в необходимых случаях 23 в представленных материалах не имеется психологических признаков воспрепятствования получению обязательного образования гражданами являющимися ею последователями и взрывоочискок или взрывоочискок их детьми не обнаружено запретов или ограничений направленных на воспрепятствование кому-либо получать образование в любых образовательных учреждениях нет ограничения доступа к каким-либо знаниям единственное что желательно ограничивать информацию о насилии деструктивности 24 в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на принуждение ею членов и последователей к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения пожертвования принимаются с благодарностью а десятина направляется на формирование фондов общины цанкции за неуплату десятины не обнаружено признаков психологического насилия направленного на принуждение к обязательному внесению десятины не обнаружено 25 в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законов гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий напротив в тексте последнего завета в высказываниях духовного лидера общины висариона обнаружены рекомендации следовать требованиям действующего законодательства и неуклонно их исполнять последователям транслируется единое устремление не нарушая и не противопоставляя себя существующим в государстве и обществе законам выстраивать общность людей на принципиально новых более гармоничных основах жизнеустройства 26 в представленных материалах не имеется психологических признаков признания в данной религиозной организации в данной религиозной организации отклоняющегося поведения в результате которого может возникнуть угроза безопасности граждан являющихся последователями данной религиозной организации более того не обнаружено признаков поведения обладающего признаками девиации в целом девиантное поведение можно заметить исключительно у людей с диагностированным психическим простройством или заболеванием но в предоставленных для изучения материалах не усматривается признаков существования именно причинно-следственной связи между влиянием установок и декомпенсации состояния человека до уровня простройства вопреки мнению экспертов отраженному обосновании административного иска о том что доказана причинно-следственная связь между манифестацией и правощественным дедом с правощественным психическим простройством заболевания и членством в действительности в предоставленных материалах такая связь не обнаруживается с высокой вероятностью проявления симптомов цива адаптации или психического простройства можно отнести к обострению уже существующего но не диагностированного ранее или скрываемого заболевания имеющегося у человека который вступил в 27 в представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на воспрепятствование выходу гражданина из религиозного объединения угрозой причинения вреда жизни в представленных материалах не имеется психологических признаков реальной угрозы применения насильственного Субтитры создавал DimaTorzok 28. В представленных материалах обнаружены психологические признаки характерного для религиозных организаций в целом психологического влияния и психологического воздействия на граждан, являющихся ею последователями. Обнаруженные психологическое влияние и воздействие имеют место в пределах, допустимых для любой религиозной организации, культовой социальной группы, не имеют насильственного характера, соответствуют осознаваемым потребностям последователей. Субтитры создавал DimaTorzok Организации групповые эффекты не имеют характерных особенностей для психологического насилия, принуждения к чему-либо. Так как данная религиозная организация не имеет целей, сопряженных с насилием, в частности с психологическим насилием, деятельность данной религиозной организации не направлена на принуждение ею последователей к определенному образу мыслей, к определенному эмоциональному состоянию, к определенному поведению. Не имеется цанкции за то, что человек мыслит самостоятельно, поощряется и одобряется принятие последователями против ответственности за свои действия, свои мысли, свое качество жизни. Морально-этические собрания и подсказки направлены на урегулирование или предотвращение конфликтов, на снижение стрессов через превентивное воздействие на причину конфликта. Эмоциональные процессы у последователей протекают естественно в соответствии с их субъективными личностными особенностями. Стиль межличностного взаимодействия последователей против не относится к деструктивным коммуникативным стилям, предполагает взаимопомощь, уважнее и бережное отношение. Стиль межличностного взаимодействия последователей против с духовным лидером общины и епархизирован, асимметричен крвозческоп, отношение поствы к учителю сквозческоп, но при этом не содержит признаков агрессии. Насилия, манипуляции, так как при осуществлении манипуляции манипулятор использует того, кем он манипулирует исключительно в своих целях. Скрутно, применяя обман, при манипуляции человека используют как объект. Протпс. Выстроена модель субъект субъектных отношений у духовного лидера протпс и других представителей руководства протпс. Не обнаружено собственных целей, отличных от того, что является целями данного религиозного объединения. Духовный лидер протпс и другие представители руководства протпс транслируют последователям, крвозческоп, членам общины, крвозческоп. Исключительно то, во что искренне верят сами, в предоставленных для изучения материалах не обнаружены признаки манипулятивного воздействия, просматриваемого как осознанное воздействие на человека. Открывающий скоп людей, запривающий скоп для достижения нарушающей интересы этих людей скрытой цели, выводной только манипулятору. Точа, запятая. Четыре. Принуждение их к невыгодным или вредным для человека. Открывающий скоп людей, запривающий скоп решением и действиям. Тридцать. В представленных материалах не имеется психологических признаков деятельности данной религиозной организации направленной на унижение человеческого достоинства ею последователей. Напротив, унижение кого-либо осуждается. Субъективные суждения свидетелей, разочарованных в групповых ценностях протпс. О допустимости унижения в общине являются предположениями или заблуждением, сформировавшимся в процессе действия компенсаторных психологических защит. Тридцать один. В доктринальных текстах ЦПС по вседневному общине и последователям ЦПС действительно используется особая лексика религиозного и иного характера, представляющая собой термины или элементы соцнолекта, что просматривается с точки зрения терминоведения как естественное явление в развитии любой терминов системы право-чисков. В данном случае терминологии, существующей в сфере отправления в верование с как определенной религией, включая практику социально-бытовой коммуникации или последователей право-чисков. Использование специальных лексических средств для религиозных и иных социальных групп является гречевой деятельности носителей естественного, в том числе современного русского языка, вполне типичным и даже неизбежным явлением. По общему правилу, понимание любого термина является возможным для любого носителя языка, который знаком с закрепленным за данным термином понятия. И напротив, человек, незнакомый с понятием очищения в исламе и чуждень мусульманскому дискурзу, разумеется, не имеет возможности понять смыслового содержания, словоупотребления этого термина. 32. Выводы экспертов у Астаховой и Березовской, полученные в ходе проведенных ими экспертиз продуктов речевой деятельности и отраженные в заключении судебной религиоведческой экспертизы от 30.05.2019 Не имеют надлежащего обоснования в тексте указанных заключений экспертов и не подлежат верификации, в связи с чем не могут рассматриваться как объективные. Представляется важным особо подчеркнуть, что, как показано в разделе два настоящего заключения, позиция административного истца, изложенная в административном исковом заявлении Номер 27.22.2020 от 24 и 2020 Обозначенном как административное исковое заявление прокурора Красноярского края, однако в действительности составленном и подписанном заместителем прокурора Советником Юстиции А. Степановым, А также в пояснении, что административному иску представителя процессуального истца Советника Юстиции А. Е. Гайфулиной В значительной, близкой к исключительной степени основывается на указанных выводах экспертов Осташовой и Березовской Аминь.